Игонка на дистанции 5 километров, стиль классический, стартан, валием! Валием за наших участники 2003-2005 год рождения! Только что под вашим работе мы стартовали! А у нас здесь в центре лыжного спорта поистине уникальные, почетные гости. Посмотрите, Людмила Колобанова, единственная в мире обладательница 13 титулов мастера Лорб-Лопен. Единственный в России король лыж, дорогие друзья, Николай Зимятов. Единственный в России двукратный обладатель Кубка Мира Александр Завьялов. Единственный, пожалуй, в мире призер Олимпийских игр и чемпионка мира по схемпинизму Наташа Леонарди Картези поистине уникальные спортсмены. И мы будем надеяться, что именно такими уникальными, талантливыми звездами, людьми станут все наши детишки. Дай Бог им удачи в жизни! Ребята, ну а сейчас подборно пациенты родителей, поворачиваемся, поворачиваемся затылочком друг к другу и потихонечку по одному, красиво, с гордо поднятой головой, с ощущением, что ты чемпион. Медленно, медленно, по одному мы проходим через коридон. Медленно, ребята, медленно, медленно, красиво, с тройными рядами. А, кстати, классно, классно Екатерина произнесла слово «красиво», можем красиво продефилировать перед трибунами. Итак, дефиле чемпионов под ваши аплодисменты, только красиво и спокойно. Ну, слово «красиво» у меня появилось в моем арсенале после того, как будто вот хотя на том, который поставил меня на лужи, все время мне говорила Катя. Ну, главное, клубайся, и красивые дети, мы уже чуть-чуть выбрались. Ты в команде «красиво» для красоты. Ну, и говоришь, что, ребята, самое главное, красиво получиться на монастырках, а все остальное уже беда прошло. Вы молодцы, вы чемпионы, мы вас поздравляем. Давайте еще раз вам, в вашу честь, скажем, что вы молодцы. Вы наша гордость, гордость нашей страны. Итак, трибуны еще раз вместе. Молодцы! 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 Самая красивая гонка, самые юные участники, они герои, они чемпионы, они номер один! Друзья, ну не жалейте аплодисментов, но вам не сложно, а им так приятно. Но когда еще будет у вас такая уникальная возможность, пока сможете с ними бесплатно сфотографироваться, кто знает, скоро будете в очередь за автографием выстраиваться. Ну что ж, встречайте детишек при выходе из финишной зоны. Вот они, ваши герои и героини с медалями финишеров. У всех золотые награды. А между прочим, к этому юбилейному Ростех Деминскому лыжному марафону были приготовлены пять видов медалей финишеров. И вот уникальный вид медали финишера сегодня красуется на груди у наших юных чемпионов и чемпионок. А мне очень нравится, что наши ребята понимают, что это уникальная возможность. И можно медленно и красиво, уже никуда не торопясь. Можно даже дать параллельное интервью, просто красиво улыбнуться. Молодец, отличный настрой, ты умник. Ну а мы с Андреем Арихом возвращаемся на свои позиции, потому что уже скоро будут финишировать участники заезда на дистанцию пять километров. Вы видели, как они стартовали, как быстро стримглав мы даже практически не успели глазом моргнуть, а они уже полдистанции прошли. Поэтому, друзья, они расходимся. Тем более мы с Андреем для вас подготовили приятные подарочки, да? Даже много подарочков, действительно. Еще раз, еще раз вспомним эти приятные впечатления от Бэби Марафона сегодня. И будем уже постепенно переключаться на более взрослую борьбу. Финишеры пятикилометровки появятся здесь уже совсем скоро. А через шесть минут будет дан старт участникам и участницам следующей юниорской гонки. Дистанция 10 километров. Старт в 10 часов 40 минут. Обратите внимание, что стиль классический. Поэтому надо соблюдать именно классическую технику передвижения на лыжах. И, наконец, серебряная гонка второго соревновательного дня. Дистанция 25 километров. До старта остается 35 минут. Старт в 11 часов по местному времени. Это полумарафон, лыжный полумарафон. Если пользоваться, так сказать, сленгом легкоатлетов, это полумарафон. Хотя такой дистанции, конечно, в современных лыжах не существует. 25 километров. Гонка будет очень интересной и зрелищной. Андрей, ну а вчера у нас состоялась золотая гонка. Дистанция была 50 километров. И мы бы были очень рады, если бы ты нам озвучил победителя. Давай еще раз напомним, кто вчера у нас оказался чемпионом. Рауль Шакерзянов одерживает победу. Причем, коли уж мы с вами вспоминаем, вчерашний соревновательный день. Давайте вспомним, что группа лидеров сначала состояла из примерно 13 человек. Затем с каждой пятикилометровкой группа лидеров становилась все меньше и меньше. И только 5 человек выдержали этот фантастический темп до самого финиша. И буквально финишные разножки 3 десятой доли секунды. У серебряного призера выигрывает победитель Рауль Шакерзянов, Константин Гловацкий второй. А третьего призера, бронзового призера от победителя также отделила менее 1 секунды. 7 десятых. Представьте себе, бронзовым призером стал Михаил Соснин, Николай Хохряков, Алексей Шемякин и Сергей Юрков. Также в шестерке лидеров. А что касается прекрасной половины участниц, то они так же, как и мужчины, преодолевали дистанцию 50 километров. И победу уже второй раз подряд одержала Ольга Рочева. Это третья крупная победа в сезоне. Суперкубка расшелопит для спортсменки русской марафонской команды. Лариса Рясина еще одна представительница РМК. На второй позиции Наталья Зернова третья. Отрывы между призерами, победительницей и призерами в женском зачете уже намного больше, чем у мужчин. Но это, в общем-то, известный факт, что конкуренция в мужских лыжных гонках несколько плотнее. Светлана Николаевна, Анастасия Власова и Светлана Заборская замкнули шестерки лидеров у женщин. Это краткий экскурс в программу первого соревнования дня. Ну а мы напоминаем, что на ваших глазах прошла гонка Baby Marathon. Сейчас проходит гонка на дистанцию 5 километров. Далее у нас будет дистанция 10 километров, 25 километров. Но после этого всеми любимая церемония награждения. 14.30 площадка перед кафе Чемпион. Не забывайте прийти и еще раз поздравить от души наших спортсменов, наших участников. Я смотрю, у Екатерины Зайцевой в руках уже большое количество подарков. Конечно, сейчас тяжело их заслужить, Екатерина. А вот когда финишеры пойдут на заключительных метрах дистанции на финиш, вот тогда, конечно, поддерживать их будет очень приятно, весело, интересно. А мы будем устремлять свои зоркие взгляды на зрительские позиции, выбирать лучших из лучших. Ну, Андрей, ты знаешь, у меня уже есть парочка, которые уже тренируются и говорят, что дайте нам еще, как говорится, нету арфы, возьмите бубен, да, но я вам такую трещуточку дам, чтобы вас поддержать. Я уверена, что сейчас вы усилите свою поддержку такими трещуточками. На самом деле, призы у нас есть, главное, показывайте, что вы готовы болеть, что вы хотите болеть. И потом мы вас еще в конце наградим, у нас есть два суперприза. Поэтому сейчас пока у нас для разминочки будут поощрительные, но как вы себя будете проявлять в течение всего нашего болельного марафона, так мы будем и награждать Андреем. Какая щедрая, широкая душа у Екатерины Зайцевой. Уже есть первые два обладателя приза зрительских или комментаторских симпатий, не знаю даже, как сказать. Поэтому каждый из вас имеет реальный шанс на то, чтобы получить памятный приз после 10-го юбилейного Деминского лыжного марафона. Не стесняйтесь, участвуйте вместе с нами. Ну, душа-то широкая, скорее, не у меня, это я просто выпрашивать умею. А у Александра Анатольевича Игнатьева, директора Деминских марафонов, который очень трепетно относится к вам, дорогие болельщики, и готов делать все, чтобы вы улыбались. Ну что, разминаемся, разминаемся, разминаемся. Готовимся к встрече первых лидеров. А мне кажется, нашим уважаемым зрителям и болельщикам, причем многие из них, я уверен, абсолютно очень хорошо разбираются в лыжном спорте, даже лучше видно финиш, чем нам. Поэтому, если мы вдруг не заметим финишеров на финишной прямой, пожалуйста, подсказывайте нам громкими овациями, аплодисментами, и по вашей реакции, по вашей подсказке, мы поймем, что близится окончание гонки 5 километров. Именно финишеры 5-километровой дистанции первые должны появиться здесь под сводом финишной арки. Андрей, ты посмотри, какие у нас супер-мега-танцоры уже. Дэнсинг-дэнсинг, я поняла, отлично. Демин Оупен Эр. Десятый традиционный международный деминский лыжный марафон проходит при поддержке госкорпорации Ростех. Ростех, российская корпорация, созданная для содействия, разработки, производства, экспорта, высокотехнологичной промышленной продукции, гражданского и военного назначения. А мы специализируемся по экспорту призов здесь, правильно? Парни, где же вы были вчера? Здесь был конкурс среди танцующих мужчин. Ах, они бежали! Вот это да, супер! Одновременно в бешажном бежали, да? Ребята, но если вы будете в таком темпе, поверьте, приз, который у нас есть, вас определенно порадует и вам определенно пригодится. Вот это бригада! Надо уже второй конкурс танцующих мужчин учреждать сегодня, мне кажется. Есть претенденты, а ведь это только правый фланг, ну для нас левый, да? А другой фланг, наверное, тоже сейчас не даст вот так просто без конкуренции уйти призам другим претендентам. Поэтому через несколько минут продолжим еще активнее, веселее и бодрее. Мне кажется, раздавались аплодисменты. У меня прямо уже есть ощущение, что спортсмены вот-вот появятся под мостом. Наверное, все-таки преждевременно. Но, друзья, мы рассчитываем на вашу помощь. Вам хорошо видно финиш с ваших зрительских позиций. Вы находитесь на очень удобных зрительских местах. Но пока разминаемся... Ты посмотри, Андрей, ничего себе! Вчера они бежали гонку 50 километров, и сегодня они таким бодрячком, как будто их несли на ручках всю дистанцию. Но нет, вот это молодцы, вот это красавцы. Танцуем! Причем не то, чтобы халявить на дистанцию 25 километров вышли, да? На танцевальный марафон, а это, между прочим, не легче, чем пробежать 25. А я знаю, кстати, очень многих участников, которые и вчера бежали 50, и сегодня 25. Но мне кажется, для них можно учреждать дополнительные призы. Потому что вынести этот соревновательный марафон за один уикенд, сначала 50, потом 25, конечно, немногим под силу, настоящий энтузиасты лыжного спорта. Да, это как нужно любить лыжный спорт, отдавать себя всего ему, и самое главное, получать от этого удовольствие, друзья. Ну, на самом деле, здесь абсолютное большинство таких. И причем, это вот как лакмусовая бумажка, дорогие друзья. Вот наступает уикенд проведения Деминского лыжного марафона, и сюда, со всех уголков России, съезжаются лучшие люди страны. Ну, и, конечно же, приходят местные жители, гостеприимные, приятные, добрые, так уважительно относящиеся ко всем гостям своей малой родины. И это происходит ежегодно, уже в десятый раз в центре лыжного спорта Демина, столица лыжных гонок России. Александр Анатольевич уже готовит ленту финишную, значит, скоро будет лидер, друзья. Поэтому все на трибуны, все болеем за наших. Кстати говоря, мы все с вами общаемся, общаемся, участвуем в конкурсах. А у нас вот остается почти ровно пять минут до старта следующей группы участников. Давайте сейчас разомнемся и чуть ближе к делу повторим еще раз. Поддержим спортсменов на старте 10-километровой гонки. Друзья, итак, все, внимание в зону финиша. Буквально считанные минуты, секунды остаются. И до этого события. Смотрим, поддерживаем. Спасибо, почти перекричали музыкальные колонки, друзья. Вот эти вот парни и девчонки, которые... Все уже финиш, 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 близок. Ах, ну раз финиш, значит, все, внимание на финиш. Дорогие наши болельщики, давайте, 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 давайте. Финишер появляется на заключительных метрах дистанции. Дистанция 5 километров позади. Лента, финишная лента натянута под сводом арки с надписью Рыбинск. Тюминский марафон. И снова лучший из лучших на гостеприимной Ярославской земле. И у нас финишер, участник, гонором 419, Ярослав Сладков, Вологодская область. Вологодская область увозит к тебе золотую награду дистанции 5 километров среди юношей. Первое место, друзья. Аплодисменты. Абсолютно все зависит от нас самих. И Ярослав в этом прямое доказательство. Поздравляем. Но внимание, вновь в зону финиша. Приветствуем второго лидера. Ваши аплодисменты. А какое символичное имя у победителя. Ярослав. Да, Ярославская земля. Родина Ярослава Мудрого. И Ярослав побеждает сегодня. А мы встречаем серебряного призера. Номер 421. Под этим номером сегодня выступает Алексей Иисуслов. Костромская область. Третий у нас финиширует номер 433. Это Максим Смирнов. Вологодская область. Вот Вологда молодец сегодня. Ярославская, Вологодская, Костромская. По-моему, так. Молодцы, ребята. А на финише номер 470. Под номером 470 финиширует Дмитрий Снитко. Ярославская область. Обратите внимание, как дружно борьба буквально в зоне финиша взорвачивается. Болельщики. И финишная разножка в исполнении номера 441. Это Кирилл Кочегаров. Ярославская область. Отличный финиш. 436 Никита Иванов. Ярославская область. И номер 421. Под этим номером выступал Алексей Иисуслов. Мы уже приветствовали. 485. Под этим номером выступал Федор Кирцанов. Ивановская область. Поздравляем, ребята. Молодцы. Здорово. Приветствуем номер 468. Номер 469. Номер 468. Иван Оревьев. Номер 469. Лев Суботин. 493. Сергей Фадеев. Ивановская область. И у нас есть лифтари девчонок. 422. Сразу три девушки. Представьте себе номер 422. Евгения Бежова. Костромская область. И еще два стартовых номера на финише. Браво. Молодцы. Номер 486. И 491. Анна Балитская. Ярославская область. И номер 491. Все силы на дистанции. Это Алена Кирилова. Ярославская область. Браво. Вы настоящие чемпионки. Ну а мы с вами, болельщики, не расслабляемся. Я приветствую всех, всех, всех финишеров. Молодцы. 5 километров. Выложились. Ох, эмоции, эмоции, эмоции. Дорогие болельщики, мы наблюдаем за вами. А вот Андрей Ганулев чувствует ваши эмоции, дорогие друзья. Поэтому вместе с вами продолжаем встречать финишеров под бодрые аккорды этой музыкальной композиции. Номер 457 появляется на финише. Да, но у нас до старта остается 30 секунд. До старта тише музыку, метро. Но 30 секунд до старта дистанции 10 километров. Андрюша, чуть-чуть потише. Давай проводим на дистанцию еще одну группу участников. Ваши аплодисменты, друзья. Дистанция 10 километров. И еще раз ваши аплодисменты. Пожелаем удачи спортсменам. Старт гонки на дистанцию 10 километров. Да. Ваши аплодисменты. А праздник продолжается. Праздник лыжного спорта. Праздник лыжных традиций. Это 10-й юбилейный международный. Ростехдюминский лыжный марафон. Второй соревновательный день. Громче, громче, громче аплодисменты. Вот они наши участники. Зажигаем, зажигаем. Именно так мы встречаем наших участников. Ну, а парни, которые марафон бежали вчера с девчонками, вы вообще лучшие, конечно. Вы лучшие. А всем остальным советуем следовать их примеру. Вы посмотрите, с каким настроением нужно приходить на эти зрительские позиции. Это священные места, которые уже с 2007 года видят сильнейших лыжников этой планеты. Вот это поддержка. Вот это драйв. Ребята, вы красавцы. Просто мы с Андреем заряжаемся от вас энергией. Мы как ваши солнечные батареечки. Солнца нет, а вы есть. Спасибо вам за это. Да, сегодня пасмурно, но на трибунах явно солнечнее. Ну, как говорил вчера Андрей Арих, знаешь, да, такого? Говорил, что это идеальная погода для лыжников, так как солнышко не всегда им идет на руку. Но мы с вами встречаем наших участников. Дистанция 5 километров подходит к концу. Ну, а вообще у нас сегодня есть прекрасные шансы разогнать тучи над Демино. Если мы продолжим в том же духе, все вместе, друг вместе с другом. А ведь финиш 5-километровой дистанции продолжается. А спустя несколько десятков минут, а для лидеров, наверное, еще меньше, здесь уже появятся финишеры 10-километровки. На финише номер 404. Егор Грибов, Костромская область. Наши аплодисменты. Мы поздравляем всех, кто финишировал. Все они уже герои, если они чемпионы. Они, самое главное, получили удовольствие, доказали себе, что я молодец, я могу. Вот так вот нужно активно проводить выходные и праздничные дни. Кто молодец? Я молодец. Номер 477. Под этим номером сегодня выступает Филадельфия Милевская, Ярославская область. Вот это да. Номер 479. Ксения Климова и снова Ярославская область. Приветствуем, приветствуем девчонок, которые так красиво финишируют. У нас есть самые юные участники. Номер 465. Финишировал Алексей Громов. Ярославская область. Какие красиво нарядные костюмы у наших участников. Ну и нашимейший хит. Ну и немножко, немножко такое расслабление пошло. Немножко, немножко, друзья, потому что пройдет еще буквально 10 минут, и мы снова будем здесь дарить друг другу яркие эмоции. Сегодня, кстати говоря, заключительный день чемпионата мира по лыжным видам спорта в Лахте. Мировая столица лыжных гонок. И вот эта вот группа марафонцев вчерашних наверняка сегодня будет болеть за сборную команду России. Наша национальная команда России сегодня будет сражаться за медали заключительной гонки главного старта этого сезона. К сожалению, все три призера и чемпион, собственно говоря, марафона Олимпийского участия в Лахте не принимают. Ни Александр Легков, ни Максим Олегжанин, ни Илья Черноусов на старт сегодня не выйдут. Но надо отметить, что это обстоятельства для многих членов сборной команды страны, а в частности для самого молодого гонщика России и самого успешного по совместительству Сергея Устюгова служила только мотивацией для более убедительных результатов. Поэтому будем надеяться, что в марафоне нам также улыбнется удача. Прекрасный сезон в России. И мы продолжаем его прекрасными гонками здесь, в центре лыжного спорта Демина. Но и не забываем, что нашими партнерами являются информационные партнеры лыжного марафона «Миа Россия сегодня», «Эрспорт», журнал «Большой спорт», журнал о беге, марафонах и триатлоне, «Марафонец», интернет-газета «Российский стадион», отраслевая группа «Инфоспорт» и первый Ярославский телеканал, который снимает не только наших участников, но и вас, дорогие болельщики. Не забывайте, прямые эфиры будут у вас благодаря Деминскому сайту, но и Деминские марафоны, но и увидеть эфир вы уже сможете в понедельник, в 18.00, в 19.00 и в 21.30. Не дает расслабиться Андрей Ганулев сегодня, и продолжается праздник спорта в центре лыжного спорта Демина. Каждый финишер заслуживает самых громких аплодисментов. Номер 454. Рады приветствовать здесь еще одну спортсменку. Под этим номером выступала Дарья Мустафина, Ярославская область. Ну и вот так вот красиво, грациозно финишируют у вас девчонки. Под номером 430 и 472. Под номером 430 Алифтина Лулина, город Москва. Под номером 478 Светлана Ямакова, Ярославская область. Друзья, ну а мы с Андреем не перестаем благодарить всех, благодаря кому состоялся наш марафон. Но все же складывается из молочей. И самое главное все-таки люди, которые посвятили несколько... Нет, вы посмотрите на это, Катюш, ну извини ради бога, что я тебя прерываю. Но вот это просто какой-то исторический финиш. Я вот пытаюсь вспомнить, по-моему, Гундесван у нас с одной палкой передвигался, да? По-моему, Билл Кох тоже пробовал. Но такого, Взюмина, мы не видели уже давно. Вы посмотрите на этот финиш номера 413. Номер 413. Никита Романов, Костромская область. Вот это герой, вот это красавчик. Давайте отдельно ему павлодируем. Несмотря на то, что инвентарь не выдерживает нагрузки, наши железные спортсмены, ремень настоящий, иначе не скажешь, добираются до финиша, несмотря на все обстоятельства. Никитос, ну ты красавчик. Мы с Андреем просто восхищаемся тобой. Друзья, ну а я начала говорить о тех людях, которые приняли участие в организации нашего марафона, нашего спортивного праздника. И вы знаете, вчера у нашего большого друга был день рождения. Дело в том, что он принимал непосредственно участие и делал эту трассу. И положил немало усилий, чтобы этот праздник состоялся. И вы знаете, страна должна знать своих героев лицо. Дима Баранов, вот такой вот Дмитрий Баранов, скромный, скромный. Но ему так приятно, что давайте его все вместе поздравим с днем рождения. Пускай он был вчера, и он вчера и провел здесь его с нами. Дайте, три, четыре. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Да уж, действительно, школа подготовки лыжной трассы в Демино может дать фору самым крупным международным лыжным центрам. Это началось еще с Наумова Ершова, затем Арсеньев Павлов, а вот еще и Баранов и многие другие прославленные фамилии еще будут рождаться здесь и ковать славу отечественной школы. А подготовить трассу, между прочим, не так уж и легко, друзья. Для этого используется специальная техника, управлять ей тоже очень-очень непросто. И вот, пожалуй, центр лыжного спорта Демино, в отличие от многих других анклавов развития нашего любимого вида спорта в других городах, имеет всю необходимую инфраструктуру и самую современную технику для уплотнения трассы. Это, в первую очередь, тяжелая снегоуплотнительная техника, ретраки так называемые, которые делают буквально идеальное снежное полотно, соответствующее всем международным требованиям. Именно благодаря этому во многом уже с 2007 года Демино неизменно, раз за разом, год за годом принимает крупнейшие лыжные турниры не только России, но и мира. Вы уходите, парни? Ну давайте еще один танец, ну пожалуйста. Один танец. Хорошо, какую музыку хотите? Андрюша, зайчик наш. Андрей Ганулев, ты у нас лучший диджей. Поставь парням так, чтобы они зажгли. Ну вот прям вообще. Парни, я чувствую вас, настоящих любителей лыжного спорта. Поэтому я объявляю этот танец танцем поддержки национальной сборной команды страны, которая выходит на дистанцию через несколько часов. Усюгов, Седов, Червоткин, Мельниченко. И вы танцуете для них, чтобы они сегодня принесли нам победу. А мы с вами и поддерживаем, и можем также в их ритме двигаться. Вот это красота. У кого есть видео, снимите, друзья. Как трибуны в Тюмино поддерживают сборную России. Седов, Червоткин, Мельниченко. И, конечно же, Усюгов. Они отправятся сегодня за победы. У нашего чемпиона Сергея Усюгова есть прекрасный шанс стать королем лыж. А это тот лыжник, который за один турнир завоевывает золотые награды и на дистанции 30, и на дистанции 50 километров. Болеем за Россию! Желаем удачи российским чемпионам и передаем приветы в лахте из центра лыжного спорта Демина. Друзья, ну а я хочу поддержать наших болельщиков. Ребята, ну вы супер! Вы красавцы, не знаю, по очереди, наверное, носить будете. Это вам. Давай, Россия! Все вместе! Итак, внимание в зону финиша! Болельщики подсказывают нам, что на финише еще один спортсмен! И ваши бурные аплодисменты! Участник по номерам 476! Еще один герой сегодняшней программы! Егор Курчевский! Ярославская область! Отмечаем отдельно хозяев соревнований гостеприимная Ярославская земля! Лично исполняющий обязанности губернатор Ярославской области присутствовал вчера здесь. Вот именно с таким настроем надо проводить лучшие лыжные соревнования планеты Земля и в том числе с самыми лучшими болельщиками! Друзья, ну а мы с вами теряем темпо! Ребята, спасибо вам большое! А волну запустите!